Мне очень хотелось собрать в этом видео разные места Стамбула и показать некоторые районы этого города. Начнем? Кадыкёй Кадыкёй — это азиатская часть Стамбула. Я люблю приезжать сюда в будни, когда здесь чуть поменьше людей в кафе, на улицах и на пароме. Субтитры подогнал «Симон» Ребята попрашивали, как я ищу классную музыку. Когда я захожу в какие-то места, там играет крутой трек, я всегда шазамлю. Шазам — вообще мой любимый апп. Вот так вот я нахожу классные песни для YouTube-канала и вообще для своего плейлиста. «Симон» 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 Балат 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 Не все эти места мои любимые. Куда-то я заходила случайно, куда-то пришла специально по наводке, по рекомендациям. Балат 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 я сейчас нахожусь на одной из самых громких улиц стамбула это район возле египетского рынка и здесь невероятно шумно и на пешеходной улице постоянно едет мупеды и марина подружка показала мне свои звукоизолирующие наушники у нее фирмы боус и я сейчас попробую вот вы просто представьте что без наушников все слышно вот так вот а с наушниками вот так если бы у меня были эти наушники когда я работала в офисе я думаю что я бы могла гораздо быстрее фокусироваться на работе так что вот эта вещь я добавляю свой шопинг лист я вам искренне ребят рекомендую если вы работаете в офисе вот такие наушники или их можно большими купить я честно говоря у марина вижу впервые именно вот маленькие но и у меня у моих коллег всех были такие большие наушники клянусь это лучшее что я в этом месяце узнала в этом месяце узнала а м Субтитры подогнал «Симон» База – это ферментированный напиток, готовится методом рожения из пшеницы или кукурузы. На вкус это такое приятное яблочное пюре. Ребята, вы должны это попробовать. Это просто лучшее, что я пробовала в Турции. Пешикташ. Ребята, сколько здесь крутых книг. Я даже в Европе не видела такую большую коллекцию суперкрутых книг в одном месте. Мне кажется, здесь можно даже их в качестве сувенира привозить отсюда. Даже если эта книга не про Стамбула, не про Турцию. Но это просто классный подарок самому себе, напоминание о поездке. Я сюда еще точно вернусь как-нибудь, порассматривать их детально, потому что я люблю в таких магазинах садиться куда-нибудь в уголок, взять столбку книг и, может быть, чай, если в этом магазине есть кафе, и просто пистать. Красивые здания. Красивые здания. Красивые здания. Ответы на популярные вопросы. Про турецкий. Меня спрашивали еще какие-то советы, как учить. Я на самом деле, как и любой другой язык, очень часто, я для себя сделала такой вывод, не нужно даже знать язык, чтобы разговаривать с людьми, потому что чаще всего люди спрашивают, допустим, в кафе или магазинах довольно предсказуемые вещи. Например, когда вы покупаете что-то и платите на кассе, что вас могут спросить? Либо, например, нужен ли вам пакет, либо есть ли у вас карта клиента. Как правило, эти вопросы стандартные во всех странах. Поэтому в таких случаях я всегда знаю, что ответить, и я могу догадаться, что меня спрашивают. Еще есть такой трюк. Иногда я слышу какие-то фразы от кого-то, которые мне говорят, и я понимаю, допустим, только одно или два слова из этой фразы. И в таком случае я дальше логическую цепочку сама выстраиваю и пытаюсь сама понять, что мне сказали, и в зависимости от этого уже отвечаю на поставленную фразу или вопрос. И чаще всего я угадывала правильно. То есть у меня никогда не было курьезных каких-то случаев пока, что когда я что-то не так угадала. Поэтому если вы слышите фразу или вопрос вам встают, и вы хотя бы одно или два слова узнаете, попытайтесь догадаться сами, что у вас спрашивают. На самом деле я поняла, что язык – это про логику. Это не только про зубрежку каких-то слов, фраз, и глаголов, и грамматики, а про то, насколько вы вообще понимаете, что от вас может хотеть другой человек. Иногда хватает языка тела, чтобы понять какие-то жесты, знаки. Иногда в Турции меня это спасает больше, чем знание английского языка. Ты еще нормально, да? Можешь терпеть? Это у меня тут заложник. Ребята, я задавала вопросы в Инстаграме у себя, и сейчас я буду отвечать на некоторые из них. Расскажите, пожалуйста, про место с коворкингом, где вы поселились. Окей, я поселилась в самой обычной резиденции. Здесь просто такой формат жилых домов есть, когда в высотке в резиденциях задаются квартиры. И в них обычно есть этаж с коворкингом, и этаж с спортивным залом, или с бассейном, или с тем и с другим. У меня все это есть. Поэтому, если вы хотите какое-то подобное жилье, то я просто вам рекомендую смотреть те резиденции в тех районах, которые вам нравятся. Конкретно свою резиденцию я, наверное, не стану рекомендовать, просто потому, что она довольно-таки дорогая для жизни, на мой взгляд. Но их в Стамбуле просто масса. Почему я выбрала именно Стамбул, а не какой-то европейский город? Потому что для меня все европейские города уже смешались в один огромный город, и я для себя там не вижу никакого вдохновения. Во всех европейских городах уже абсолютно однотипные кафешки даже, или однотипные там те же коворкинги, и мне это все надоело. Мне хотелось просто чего-то кардинально другого, где чай подают вот в таких стаканах, где ты ешь какие-то странные десерты, которые ты не знаешь, из чего они сделаны. В общем, это такие самые примитивные примеры, да, но вы поняты. Мне хотелось кардинального разрыва шаглонов, поэтому я не в Европе. Район, в котором лучше всего поселиться на неделю. А у меня есть несколько любимых районов в данный момент для жизни. Это Нишанкаши, Бомонти, Джихангир. В азиатской стороне мне нравится район Мода. Вообще вот сейчас я сегодня впервые в районе Арнавуткёй. Мне здесь понравилось, здесь симпатично, но жить я бы здесь, наверное, не рекомендовала, потому что все-таки далековато от всего остального мира. На какой срок я советую приезжать в Стамбул? Ну, на мой взгляд, хотя бы неделя здесь нужна, чтобы все спокойно следовать, потому что город гигантский. Здесь по неофициальной статистике живет 20 миллионов человек. И территориально город просто огромный. Если вы реально хотите изучить разные его районы, то я бы приезжала на неделю. Но, как вы знаете, в первый раз, когда я приехала сюда на неделю летом, мне этого не хватило. Поэтому я приехала еще раз на неделю осенью. Поэтому все зависит от вас и от вашего темпа путешествий. Есть ли сложности или особенности жизни в мусульманской стране, которые ты ощутила? Нет, я не ощущаю никаких сложностей. Я никак не сталкиваюсь здесь с мусульманским миром. То есть здесь есть люди, которые ходят в платках, но таких людей полно и в Швеции и вообще во всей Европе. Так что честно я вам скажу, ребята, да, окей, здесь мечети, и люди молятся несколько раз в день, но меня это никак не отвлекает. Очень много вопросов про финансы. И как мне удается копить столько денег или иметь столько денег, чтобы везде путешествовать и при этом не работать? Окей, давайте так. Во-первых, у меня была хорошая подушка безопасности, которую я копила во время работы в офисе, потому что во время работы в офисе у меня также был мой проект с YouTube. Соответственно, у меня было два источника дохода, помимо всего остального, помимо других каких-то источников. И я просто накопила. Вот, сейчас я продолжаю зарабатывать деньги своей деятельностью как самозанятый человек. Соответственно, это просто построение бюджета. Это базовые финансовые знания, которые каждый человек может получить самостоятельно, прочитав какую-то литературу, книги. Я не советую никакие книги сама, потому что я очень тщательно выбираю литературу под свой личный кейс, какие-то статьи. Ищу в интернете разных людей, которые эксперты в финансовой сфере, на YouTube триллион видео об этом. Поэтому у меня есть свой путь получения знаний, и я считаю, что каждый человек должен для себя протоптать свой путь в зависимости от того, какие знания ему конкретно нужны. Например, кого-то больше интересует инвестирование, кого-то больше интересует накопление, кого-то интересует просто бюджетирование и как правильно составить свой бюджет. Поэтому вы должны сами искать информацию согласно своим потребностям и все вот эти финансовые вопросы вбивать в Google, и вы найдете ответ. Если вы умеете правильно распределять свои доходы, правильно копить деньги, правильно инвестировать свои доходы и так далее, то вы можете обеспечить себе жизнь таким образом, что вы будете жить в какой-то другой стране, при этом параллельно работать, например, удаленно, или работать сами на себя, или работать в интернете, или фрилансить, как угодно. И для этого не нужно так много денег, как вы, может быть, представляете. Как понять, сколько вам денег нужно? Есть специальные сайты, где просто расписаны цены в разных странах. Я даже оставлю вам ссылку на один из таких сайтов. Типичный пример. Например, написано, сколько стоит молоко в любой стране мира, сколько стоит снять квартиру, сколько стоит проездной билет и так далее. То есть эта вся информация, она доступна для всех. Это не какое-то чудо, восьмое чудо света. И жить в другой стране и при этом зарабатывать через интернет, например, это не странно. И можно жить в другой стране и работать в другой стране. То есть возможностей есть масса. Я всегда очень-очень-очень яростно настаиваю на том, что нужно просто уметь искать информацию самостоятельно. Инвестировать это время, выделять время в поиску информации. И тогда вы к чему-то придете. Потому что если просто сидеть ровно и ждать, когда вам кто-то подскажет, как что работает в этом мире, то, скорее всего, ничего интересного в вашей жизни никогда не произойдет. Поэтому я всегда в том, чтобы самому прилагать усилия для того, чтобы что-то иметь в жизни. Пристают ли парни-турки на улицах, пытаются ли знакомиться, и как я реагирую? Это видео. Ко мне ни разу еще никто за все время, что я когда-либо была в Турции, никто никогда не приставал. Я не знаю. Может быть, я ходжу все время с таким покерфейсом, что ко мне страшно подойти. Но я хожу в нормальных цивильных районах, в нормальное время суток, в спокойное время суток. Я думаю, это тоже огромный-огромный стереотип о том, что все турецкие мужчины так и бегают за юбками. Я не знаю, просто в каких местах вы бывали, что за вами там все носились. У меня как-то все спокойно с этим. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Стамбул огромный, и его величие невозможно уместить в 20-минутное видео. Уезжаю отсюда, чтобы скоро вернуться вновь.